Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Это важно». Предыдущая программа о разрешении на строительство заинтересовала многих телезрителей, поэтому я решила продолжить эту тему. Тем более, недавно специально для проектировщиков и застройщиков главный архитектор города добавил памятку в бланке городостроительного плана. В пункте иные показатели. Очень много застройщиков не ориентируется в понятии этажное здание, количество этажей. Это два совершенно разных понятия. Здание может быть двухэтажным, но иметь четыре этажа. Количеством этажей понимается и подвал, и чердачное пространство, если оно эксплуатировано, и жилые этажи в том числе. Поэтому вначале надо определиться, строить подвал и два жилых этажа, или мансарду и два этажа. По закону, жилой дом должен быть трехэтажным. Строительство любого жилого объекта необходимо начинать с получения градостроительного плана, документа, который накладывает регламент на земельный участок. В нем прописываются отступы и границы, по которым можно строить. Существует норматив о том, что от границ земельных участков должно отступаться три метра. Это если ширина земельного участка по фасаду 12 и более метров. Если ширина земельного участка менее 12 метров, там уже как бы в зависимости от этажности допускается уменьшение этого разрыва от метра до двух. Чем выше этажность дома, тем больше должно быть расстояние между соседними домами. Это необходимо в целях пожарной безопасности. Бывают случаи, когда невозможно выдержать отступ. Тогда застройщику нужно обратиться в организацию, где разработают технические условия таким образом, чтобы обеспечить пожарную безопасность соседнего здания. Внимание! Устное согласие соседей на сближение дома по меже является нарушением закона. Согласие соседа может быть учтено только в том случае, когда два смежных участка хотят возвести дом, каждый себе, и они могут дать друг другу согласие на сблокированную застройку. В этом случае, значит, два дома может быть построена стена к стене. Тогда в Градплане специалисты рисуют место объекта по меже с блокировочной застройкой. Такой же Градплан создают для соседа. Вся муниципальная земля делится на кадастры. Вот так Анапа выглядит на кадастровой карте, где видны границы участков. Каждый отдельно взятый участок имеет свою границу – красную линию. За ней строительство запрещено. Даже если это балкон и крыльцо здания. Вот этот дом по улице Владимирская, 31, построен с нарушением границы. Потому что у этого домовладения имеются нависающие конструкции, балконы, которые, в принципе, уже за красной линией. Вот это как пример, как не нужно строить. Строительство может идти как по красной линии, так и с отступом от нее в 5 метров. Красная линия обеспечивает градостроительную дисциплину при строительстве домов. За этой границей земля находится в муниципальной собственности. Когда новые здания вписываются в уже сложившуюся архитектуру, это становится темой бесконечных споров жителей всего района. Если стройка все же началась, она не должна мешать привычной жизни людей. Подрядчик обязан обеспечить свободный проезд для пожарных и скорой помощи, проход к магазинам шаговой доступности и для самих жителей. Новостройка не должна оставлять в тени те, что уже построены. Норма 2,5 часа прямых солнечных лучей в сутки. К тому же застройщик обязан заранее посчитать, хватит ли для новоселов мест в уже имеющихся детских садах, а также на парковках. Если поблизости ничего нет, ему необходимо позаботиться о расширении инфраструктуры. Обязательное наличие парковок, обязательное наличие спортивных площадок, площадок для отдыха детей, взрослых, контейнерные площадки для утилизации твердых бытовых отходов. Все, что появится на земельном участке после получения градплана и разрешения на строительство, зависит от грамотного проекта. Для многоквартирных домов проект будущего дома обязателен. В управлении архитектуры сейчас разрабатывают стенд, где появятся данные проектных организаций и частных лиц, имеющих официальное разрешение на работу. А вот для индивидуальных жилых домов проект будущего дома в архитектуре заказывать не нужно. Застройщик вправе строить дом в любой форме и по проекту, который может найти даже в интернете. Единственное условие строить дом нужно, имея разрешение на строительство и градплан. Срок получения градостроительного плана земельного участка по закону не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления. В общий срок предоставления госуслуги не включаются те дни, когда рассмотрение документов приостанавливается. Бывает это в том случае, если специалисты обнаружили нарушение. А вот искусственной задержки документов сейчас нет. Искоренить это удалось путем появления в России многофункциональных центров. В одно окно нужно сдать документы для разрешения на строительство и там же получить готовые обратно. По инициативе первого заместителя главы города Светланы Яровой в мэрии проводят час контроля. Руководители управления в течение часа докладывают о работе своих ведомств. Даже два документа, задержанных на два дня в кабинетах чиновников, не обошли внимание вице-мэра. Замглавы, главы изгружены на наложение цискания на исполнителей, которые допустили такую задержку. Даже если вдруг где-то по каким причинам возникают задержки, я сам лично готов разбираться и устранять эти недостатки. Анапа расширяет свои границы. Ежедневно в управлении архитектуры подписывают документы, разрешающие строительство. По словам главного архитектора, этот процесс неизбежен. Анапа будет развиваться на новых территориях. Микрорайон Восточный, Станица Гастагаевская, Субсех. Там есть возможность урегулировать застройку, чтобы она была комфортной для проживания людей. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok